Привет, друзья! С вами Кирилл. На этом канале мы учимся говорить по-английски. Суровая правда изучения иностранного языка, особенно если вы не живете в языковой среде, состоит в том, что можно знать правила грамматики, иметь хороший словарный запас, но при этом все равно испытывать большие сложности с говорением. Свободная речь на иностранном языке с использованием конструкций и выражений, принятых носителями языка, это высший пилотаж. Понимать иностранный язык – это очень хорошо, но уметь гармонично на нем говорить – это гораздо лучше. Поэтому сегодня я хочу попробовать кое-что новенькое и воссоздать с вами памятный момент из мультфильма «Король лев», в котором Симба и Муфаса беседуют о жизни после того, как они спаслись от гиен. Мы будем продумывать их реплики такими, какие они в оригинале, и таким образом будем практиковать говорение. Очень надеюсь, что вас заинтересует такой формат. Если да, пишите об этом, и мы обязательно будем продолжать. Сейчас разберем сцену, в которой Лев Муфаса воспитывает своего сына. Вначале смотрим на то, как предложение переведено на русский язык, а потом говорим то же самое по-английски. Первые слова Муфасы такие. «Симба, я очень разочарован в тебе». Быть разочарованным в ком-то или чём-то – to be disappointed in someone or something. «Симба, I'm very disappointed in you». Симба отвечает «Я знаю». «I know». Муфаса продолжает «Тебя могли убить». Действие могло произойти в прошлом, но так и не произошло. Для выражения подобной мысли нам понадобится конструкция «could have done something». Например, «You could have called me». «Ты мог бы мне позвонить, но так и не позвонил». Но наше предложение стоит в пассивном залоге, так как действия могли произвести над Симбой. То есть не Симба мог убить, а Симбу могли убить. А значит, в конструкцию нужно добавить глагол «been». Соответственно, предложение звучит так. «You could have been killed». «Ты преднамеренно ослушался меня». «Преднамеренно» – deliberately. Например, «Он преднамеренно тебя наказывает». «He is deliberately punishing you». Идем дальше. «Ослушаться – не повиноваться». «To disobey». Это антоним глагола «to obey». «Подчиняться». «To obey, to disobey». «Почему ты ослушался моего приказа?» «Why did you disobey my order?» Возвращаемся к диалогу. Взяв на вооружение слова «deliberately» и «disobey», говорим. «You deliberately disobeyed me». Следующее предложение Муфасы такое. «А что еще хуже?» «Ты подверг налу опасности». Здесь нам понадобится сравнительная степень слова «bad». По-русски мы говорим «плохо», «хуже». По-английски мы скажем «bad worse». Это нестандартная форма сравнительной степени, в которой «bad» меняется на «worse». Значит, мы скажем «and what's worse». Теперь думаем, как сказать «подвергнуть опасности». Буквально «поставить в опасность». «To put in danger». «You put Nala in danger». Собираем предложение вместе. «And what's worse». «You put Nala in danger». Симба оправдывается перед отцом. «Я просто пытался быть храбрым, как ты». Вспоминаем, что «храбрый» — это «brave». Есть такой классный фильм, называется «Brave Heart». «Храброе сердце». Употребим в этом предложении «past continuous», чтобы показать, что Симба делал в определенный момент в прошлом. «I was just trying to be brave like you». Муфаса объясняет своему сыну. «Я храбр, только когда я вынужден быть храбрым». «Я вынужден, мне нужно, мне приходится». «I have to». Например, «мне нужно идти». «I have to go». «Мне приходится быть храбрым». «I have to be brave». Поэтому переводим предложение так. «I'm only brave when I have to be». В оригинале опущено слово «brave» во второй раз. Ведь и так понятно, что подразумевается именно оно. Можно было бы и сказать со словом «brave». «I'm only brave when I have to be brave». Дальше Муфаса объясняет. «Симба, быть храбрым не значит, что ты идешь искать проблемы». Здесь нам понадобится герундий, который выступает подлежащим в предложении. «Being brave». Например, «быть храбрым непросто». «Being brave is not easy». Также для того, чтобы сказать фразу Муфасы, нам понадобится фразовый глагол «искать». «To look for something». Он ищет свои носки. «He is looking for his socks». Если у нас значение «искать» с глаголом «to look», всегда нужен предлог «for». И слово «проблемы» в английском языке часто называется словом «trouble». Например, у меня было много проблем с тем старым компьютером. «I had a lot of trouble with that old computer». Собираем все предложение. «Симба, быть храбрым не значит, что ты идешь искать проблемы». «Симба, being brave doesn't mean you go looking for trouble». Симба отвечает. «Ну, ты не боишься ничего». Бояться кого-то или чего-то – «to be scared of someone or something». Дословно «быть боящимся» в роли глагола у нас «to be», а «scared» – это прилагательное. «Он боится собак». «He is scared of dogs». Значит, мы говорим. «But you are not scared of anything». Не забываем, что в литературном английском языке нужно избегать двойного отрицания. В русском мы говорим «ты не боишься ничего». В английском можно сказать «you are not scared of anything». Так как есть отрицательная частица «not», переводим слово «ничего» как «anything». Или можно сказать «nothing», но тогда нужно убрать отрицание в первой части предложения. «You are scared of nothing». Но в песнях или разговорном английском можно услышать и двойное отрицание. Например, «I'm not scared of nothing». Идем дальше. Муфаса отвечает на реплику Симбы. «Я был напуган сегодня». Можно сказать «I was scared today». В оригинале опускается слово «scared», потому что это слово сказано в предыдущем предложении. И Муфаса говорит «I was today». Симба не может поверить «ты был напуган?». Опять же, можно перевести «you were scared». Но в оригинале слово «scared» снова опускается. «You were». Иногда можно задавать вопрос с утвердительным порядком слов. Если мы уже знаем на него ответ. Например, если вы приходите к кому-то домой, и вам навстречу выбегает огромный ротвейлер, можно сказать «You have a dog?». Муфаса признается «Да, я думал, я могу тебя потерять». Для того, чтобы передать мысли, согласовав с глаголом «думал», используем конструкцию «might» плюс глагол. «Might» — это форма прошедшего времени глагола «may». Значит, говорим «Yes, I thought I might lose you». Симба предполагает «О, похоже, даже короли пугаются, да?». Для того, чтобы выразить предположение, можно употребить фразу «I guess». Теперь думаем, как сказать «пугаться». Бояться, как мы уже знаем, «to be scared». Испугаться, то есть стать напуганным. «to get scared». Переводим. В конце предложения Симба добавляет маленький вопросик, который часто говорится в разговорной речи и как бы спрашивает у собеседника подтверждение своих слов. Это слово «ха?». Интонация идет вверх. Можно его перевести на русский как «да» или «согласен». Так что целиком ответ Симбы выглядит так. «I guess even kings get scared». «Ха?». Муфаса хмыкает в ответ. И Симба продолжает. «Но знаешь что?». «But you know what?». Заметьте, что в этом вопросе мы не используем вспомогательный глагол «do», потому что это устойчивое выражение. Муфаса спрашивает. «Что?». «What?». Симба отвечает. «Я думаю, те гиены были напуганы даже еще больше». Гиена будет «хайена». В мультике в этом предложении Симба допускает ошибку, ведь он еще совсем ребенок и не знает всех правил грамматики. «Напуганный» — это «scared». «Более напуганный» — «more scared» — по правилам. Но Симба добавляет суффикс «er» по аналогии со сравнительной степенью слова «nice» — «nice nicer» или «big» — «big bigger». И Симба говорит. «I think those hyenas were even scareder». А грамматически он должен был сказать «I think those hyenas were even more scared». И Муфаса отвечает. «Потому что никто не хочет иметь проблем с твоим папой». Здесь предложение будет начинаться со слова «cause». Это сокращенная форма слова «because». Не забывайте ставить апостроф в таких случаях, потому что слово «cause» без апострофа значит «причина» или «дело». «Cause» — «причина». «Cause» — «потому что». Потому что в сокращенной форме также можно писать так «cause». Теперь переходим к выражению «иметь проблемы с кем-то». Для этого есть классный фразовый глагол «to mess with someone». Он также может переводиться как «связываться с кем-то», «провоцировать кого-то». Например, «Он опасен, не связывайся с ним». Собираем вместе ответ Муфасы. «Cause nobody messes with your dad». Дальше Симба спрашивает «Папа, мы друзья, правда?». Здесь он употребляет интересный синоним слова «friend». Это слово «pal» — «друг», «приятель». Прямо как платежная система PayPal. «Dad, we're pals, right?». «Правда», — отвечает отец. «Right». Симба продолжает «И мы всегда будем вместе, правда?». «And we'll always be together, right?». И Муфаса делится уроком, полученным от своего отца. Симба, позволь мне рассказать тебе кое-что, что рассказал мне мой отец. Симба, let me tell you something that my father told me. Взгляни на звезды. Великие короли прошлого смотрят на нас вниз с тех звезд. Look at the stars, the great kings of the past. Look down on us from those stars. Правда? Really? Да, так что всякий раз, когда ты будешь чувствовать себя одиноким, просто помни, что те короли всегда будут там, чтобы направлять тебя. Здесь нам пригодится слово whenever. Всякий раз, когда что-то происходит. Всякий раз, когда я слышу эту песню, я улыбаюсь. Whenever I hear this song, I smile. Также нам нужно слово направлять. Возьмем глагол to guide и соберем все вместе. Yes, so whenever you feel alone, just remember that those kings will always be there to guide you. И последнее, что говорит Муфаса. И я тоже буду. Имеется в виду направлять со звезд. Здесь нам нужна конструкция so плюс вспомогательный глагол плюс местоимение, при помощи которой мы даем короткое подтверждение упомянутого раньше действия. Например, я сегодня вечером остаюсь дома. Я тоже. Видим, что в этой конструкции обратный порядок слов. Глагол стоит перед местоимением. Возвращаемся к ольвам. И я тоже буду тебя направлять. Можно сказать так. А можно сказать более кратко. Вот такой разбор у нас сегодня получился. Пишите в комментариях, узнали ли вы сегодня что-то новое и был ли урок для вас полезен. Диалоги из каких фильмов, мультфильмов или сериалов вы бы хотели разобрать вместе со мной в следующих уроках. Оригинальный отрывок из мультфильма можно посмотреть по ссылке в описании внизу. Надеюсь, вам сегодня было интересно. С вами был Кирилл. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok